ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий продавать блатные автомобильные номера на официальных аукционах. По замыслу парламентариев, деньги от продажи регистрационных знаков с красивым сочетанием букв и цифр будут поступать в региональные дорожные фонды. Кстати, ранее правительство обещало с 2021 года запустить продажу таких номеров на госуслугах. Озвучивалась даже нижняя и верхняя ценовая планка от нескольких сот тысяч рублей до шести миллионов. ТРАССА 101 Совет Федерации выступил против идеи МВД об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. В Верхней Палате Парламента полагают, что ввоз же ослаблять нельзя. Более того, надо вернуть практику, когда инспекторы ДПС могли требовать у водителя предъявить талон ТО. Сейчас диагностическая карта. Если ее нет, плати штраф 500 рублей. ТРАССА 101 ГИБДД напоминает о том, что за непредоставление преимущества автомобилю со спецсигналами минимальным штрафом уже не отделаться. Не так давно ответственность ужесточили. Водителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года. А в отношении скорой помощи все еще интереснее. Если из-за нерадивого водителя пациент погибнет, то придется провести за решеткой до 4 лет. В случае тяжелых последствий для здоровья предусмотрен штраф до 80 тысяч. ТРАССА 101 Одно из общественных объединений предложило включить полный курс правил дорожного движения в школьную программу. Соответствующее письмо активисты направили в правительство страны. Они хотят к тому же, чтобы школьники сдавали экзамены на знания ПДД в рамках ЕГЭ. Затем отметка об успешном прохождении испытаний должна появиться в этистате. Общественников беспокоит крайне низкая культура поведения подрастающего поколения на дорогах. А тут, глядишь, они на велосипедах и самокатах начнут передвигаться более осознанно. ТРАССА 101 В Москве полиция разыскивает мужчину, который разогнался на электросамокате до 80 км в час. Сей подвиг очевидцы запечатлели на камеру. Автомобили движутся со скоростью 80 и электросамокат тоже. При этом герой ролика легко обгонял попутные машины по крайней левой полосе. ГИБДД предупреждает, такие лихачества могут плохо закончиться. За первую половину этого года в стране произошло почти 200 автоаварий. С участием средств индивидуальной мобильности 5 человек погибли. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok